Что имеете мне сообщить, Спиридонов Яков Палч? Кто такой? Ты же про меня в бумажках все прочитал, черт спрашиваешь. Часть. Потери. Куда отходите? Вот этого я тебе не скажу. Не скажет, Георгий Гэнч. Не скажет. Черт с ним. Мне не скажут, в контрразведке скажут. И в контрразведке не скажут. Ты-то чему радуешься? А не скажет им, так это их дело. Страшно помирать-то. А ты что, тоже готовишься, Шкура? Не забыл казармы служивый. Сергеич, будь добр, выйди на минуточку. Так вы кричать будете. А я за перегородкой все равно услышу. Во дворе погуляй. Воздухом подыши. Слушаюсь, Ваша глава. Садись. Полный бант. Твои? Чужие б не таскал. Зачем они тебе? Ты же коммунист. А то я вижу и студентов. Знаешь, что такое полный бант? Твой барбос, надо полагать, второй десяток по казармам. И на взгляд не трус. А сколько у него Георгиев-то? Два. Ну, один за то, что доносило вовремя. А один за дело. Один. А их бандиты четыре. Гордишься ими? Я собой горжусь, студент. Ты меня, видимо, обидеть хочешь? Так ведь слово студент не обидное слово. Ладно. Поговорили. А ты знаешь, что я из-за тебя дважды погоны надевал? Первый раз видел я тебя в Самаре летом 15-го года. Помнишь корабль, на котором первых георгиевских кавалеров возили? Показывали вас людям, какие вы есть молодцы и герои. Ты рядом с оратором стоял. И видел я только тебя, ладный такой, с красиво заментованной рукой. И так ты мне понравился своим молодецким обличьем, что я записался добровольцем. Дуракам закон не писан. Это верно. Только ты-то каким образом на корабле дураков оказался? Из госпиталя взяли. Да и на праху не плавал никогда, прокатиться захотелось. Вот и я в то время не воевал никогда, повоевать захотелось. А когда Дос это навоевался, решил тихо-тихо отсидеться в Ростове у дяди. Не дал ты мне этого сделать. Ты с Сиверсом Ростов брал? Было дело. Ночью с обыском пришли. Кричали громко, стучали сапогами. Ты за главного там был. Ты и дядю увел. Сергея Георгиевича Макашева. Расстреляли его, говорят. Много ты из-за меня страдал. Полное право имеешь меня к стенке поставить. Не оправдание себе ищу. Силюсь понять, в чем смысл твоей жизни. А все о себе говоришь. Хочешь, отпущу. Не отпустишь. Зови своего Барбоса. Яков. Не оборачивайся, не стреляйся, что я выстрелю раньше. Георгий? Я. Что делать мне? Руки покажи. Теперь слезай, иди к столу. Садись. И руки на стол. Оружием не балуй. Стрельнуть может. Положи на стол, хватать не буду. Поговорим? Ты ж поговорить со мной хотел. Обложили. Ганин. И Егор твой. Ясно. Ну, а о чем говорить-то вы? О погоде, о бабах или о том, где повесить мясо подручнее? Скажи мне, Яков. За что ты жизнь свою лишаешься? Не лишаюсь я жизни. А готов отдать за светлое будущее человечество. А мое светлое будущее, где оно? Не будет у тебя светлого будущего. Замаран ты. А на тебя крови нет? Есть. А выживу еще будет. Кровь предателей пролью палачей и мерзавцев. Умрут они, от этого живыми будут тысячи и тысячи. Слыхал про карающий меч революции? Вот он в моей руке. Кто определять будет? Этот подлец, этот палач, этот ангел без крыльев. Ты и белый цвет из семи основных цветов состоит. Пойди, определи, белый ли белый цвет. А ты Богом данную жизнь по своей воле отнимать или даровать хочешь? Кореев палач. Палач. Ганин провокатор. Провокатор. Я мерзавец? Нет. Ты же жизнь мою пришел взять и мне о душе о Боге говоришь. Я умру, а Кореев с Ганином жить будут, пытать и предавать. Как называются люди, которые цветов не различаются? Ну, к примеру, вместо синего, зеленый, вместо коричневого, красный мерещится. Дальтоники. Ты, Георгий, дальтоник нашей жизни. За неправое дело воюешь ты, посмотри вокруг, что видишь ты. Ваши лучшие люди вроде тебя-то сомневаются, а у нас великое дело повело за собой лучших, самых сильных, самых честных, самых добрых. За правое дело встали люди. Мы победим. Все. Зови Ганина вязать меня. Застрелись, Яков. Не буду стреляться, зови Ганина. Ну, дело твое. Ганин! Идите сюда! Убей меня, Яков. И сам застрелись. Сейчас Кореев явится. Ты так считаешь? Обложен ты, как медведь в берлоге. Ошибочка вышла небольшая. Егор их всех в другой берлоге отвел. Там не то, что медведя, клопов не сыщешь. Зачем тогда спектакль? Дурака из меня делал. Зачем? Чтоб вот эта сволочь не ушла. Ловкий подлец. Недостаточно оказался ловок для жизни сегодняшней. Куда ты его? Как куда? В сердце, конечно. Пошли на волю противная. Огонь. Продолжение следует... Продолжение следует...